Подкормка перца очень важна во время цветения и плодоношения не только для сбора богатого урожая, а и для борьбы с паразитами и болезнями. При этом не важно, где произрастает культура в тепличных условиях или на открытой огородной грядке. Использовать можно народные средства от вредителей, специальные химические препараты и органику. Но независимо от выбора, понадобится правильно сделать раствор и применить его. В период развития перцем необходимы разные питательные элементы. Так, огородникам надо вносить калий, необходим для налива и созревания сладких крепких плодов фосфор, стимулирует развитие корней системы и помогает усваиваться питательным компонентам из почвы кальций, участвует в обмене веществ в микроэлементы – бор, магний, йод, марганец, медь – для роста и завязывания плодов, укрепления иммунной системы, повышения сахаристости перца, ускоренного созревания азот, для ускоренного появления новых листков и побегов. Удобрения, в составе которых присутствуют эти элементы, надо вносить в период цветения каждые полторы-две недели. Завершить подкормку нужно за 14 дней до полного сбора урожая. За перцем нужен особый уход. Полноценные плоды будут формироваться и созревать только в том случае, если культура не будет испытывать дефицит в питании, витаминах и микроэлементах. По этой причине при выращивании перца особое внимание нужно уделять состоянию почвы, предварительно внося все требуемые подкормки. Каждый владелец огородного участка выбирает наиболее доступное для себя средство. Перед посадкой растения в землю вносят около 20 грамм калийной соли и 40 грамм суперфосфата на 1 квадратный метр. Или 30 грамм суперфосфата и столько же золы на 1 квадратный метр. Все ингредиенты надо смешать и внести под перекопку. Помимо этого не лишним будет с осени заправить грядки коровяком или перепревшим компостом. При посадке культуры в лунку добавить можно 100-150 грамм перегноя. В хорошо удобренной земле культура не будет испытывать дефицит питательных компонентов. После пересадки подойдет и органика, а во время цветения и плодоношения перец нуждается в калии и фосфоре. Постоянные удобрения перцев помогают собрать хороший урожай, улучшить внешний вид, размер и вкус плодов. Но переизбыток микроэлементов также пагубно отражается на растении, особенно в период цветения и плодоношения. В результате не формируются зоовязи и бутоны, а наращивается зеленая масса. Минеральные удобрения. Во время цветения и плодоношения культуре необходим калий и фосфор. После начала цветения перец надо полить питательным раствором, расход которого составляет 800-1000 миллиграмм на одно растение. Для приготовления состава на 10 литров воды нужно 35-40 грамм простого суперфосфата, 10-15 грамм сульфата калия, 5-7 грамм мочевины. Использовать можно простой двойной суперфосфат. Во втором случае дозировка должна быть уменьшена в двух раза. Для приготовления рабочего раствора требуется лишь смешать все ингредиенты в воде. Средства можно использовать для подкормки сразу. Также подойдут и другие удобрения минерального происхождения. Так, огородники часто выбирают суперфос и фоскомид, которые содержат фосфор. Калимагнезия и монофосфат, богатые калием. Аммиачная селитра сульфат аммония, их используют благодаря наличию в составе азота. Дозировка препарата указана в инструкции и превышать ее нельзя. На этапе плодоношения минеральные подкормки надо вносить только при условии, что недостаток этих веществ отражается на их внешнем виде развития куста, замедляются листья, становятся мелкими, плоды деформируются. Кроме калия и фосфора, созревающий перец нуждается в кальции. Из-за его нехватки развивается вершинная гниль. Для профилактики растения каждые 15-20 дней надо опрыскивать раствором кальциевой селитры в концентрации 0,2%. Плодоносящие культуры также подходят подкормки на базе гумата калия или натрия. Благодаря им увеличивается число зоовизей, плоды быстрее созревают, становятся более красивыми и дольше хранятся. Владельцы огородных и дачных участков часто используют идеал исполин импульс плюс сюрприз гумисол. Развести удобрения следует по инструкции. Внекорневые подкормки нужны каждые 14-20 дней. Их вносят с начала цветения и до завершения плодоношения. Органические удобрения. Органика отличается повышенным содержанием азота, поэтому использовать ее в период цветения и плодоношения надо осторожно. В случае, когда в грунт при подготовке грядки был внесен перегной или перепревший компост, хватит одной подкормки, которую надо применить через неделю после появления первых зоовизей. Для этого подойдут настой из коровьего навоза, свежего или сухого куриного помета и травяной настой листья крапивы, одуванчика, любые другие огородные сорняки. Народные средства. Для подкормок перцев часто используют народные средства. Такие удобрения экологичны и не вредят человеку, животным и окружающей среде. Чтобы удобрить перец в период цветения и плодоношения можно использовать. Древесную золу. Ее рассыпают под кустом и обильно поливают. Также из нее можно приготовить раствор. Для этого в 10 литрах воды разводим 700 грамм древесной золы и хорошо размешиваем. Удобрять средством следует один раз в 7-10 дней. Борная кислота. Благодаря ей предотвращают опадение завязей перца, а вкус плодов становится лучше. Для приготовления раствора требуется 5 грамм порошка развести в одном стакане горячей воды. После этого нужно долить холодной жидкости так, чтобы общий объем составил 5 литров. Первую подкормку надо провести после появления зоовизей, а повторяют ее через месяц. Йод. Йод укрепляет иммунную систему растений и повышает сопротивляемость сюрпризам погоды и изменению температуры. Также этот элемент ускоряет созревание плодов и увеличивает их размер. Для приготовления раствора надо в 1 литр молока добавить 15-20 капель йода и долить воду до общего объема в 10 литров. Подкормку повторяют каждые 2-3 недели. Яичная скорлупа. Скорлупу следует растолочь на мелкие кусочки, заполнить 3-х литровую банку до половины, долить теплой воды. Емкость плотно надо закрыть и убрать в теплое темное место до появления специфического аромата. Подкармливать полученным раствором требуется после формирования зоовизей каждые 1,5-2 недели. Дрожжи. Применять можно как прессованные, так и сухие. Упаковку продукта надо измельчить, добавить 1 столовую ложку сахара, 2-3 литра воды и оставить на несколько часов, периодически помешивая. Перед использованием требуется долить воду так, чтобы получилось 10 литров. Проводить подкормки этим раствором следует в теплый день каждые 10-12 суток. Хлебный квас. Необходимо раскрошить буханку черного хлеба. Залить 3 литрами теплой воды и накрыть. Оставить на 7-10 дней. Банановая кожура. Кожуру следует высушить и измельчить. Получившийся порошок можно рассыпать под кустами 1 раз в неделю. Также можно сделать настой из банановой кожуры. Для его приготовления надо 3-4 шкурки залить 3 литрами теплой жидкости и настоять 2-3 дня. Поливать настоем следует каждые 10-12 дней. Народные средства характеризуются накопительным эффектом, поэтому не стоит ждать скорого результата. Подкормки будут действовать быстрее, если внести их вне корневым способом. Для подкормки перца в период цветения и завязывания плодов важно следовать определенным правилам. Так надо учитывать способ выращивания, погодные условия, а также фазу роста, в которой находится культура. Важны следующие аспекты перед внесением удобрений растения надо полить. Благодаря повышенной влажности почвы корневая система не будет обожжена. Подкормка лучше усваивается утром или вечером. Можно удобрять растения и днем, но только в пасмурную погоду. Вне корневые подкормки лучше вносить утром. Если использовать раствор вечером, то невысохшая на листьях влага станет причиной развития грибка, а днем из-за капель листовые пластины получат ожог. Слишком часто использовать удобрения нет необходимости, интервал должен составлять от 8 до 14 дней. В противном случае это может спровоцировать передозировку. Некоторые дачники отходят от общих правил и вносят удобрения в слабой концентрации, но через каждые 3-4 дня. Культуру, которая произрастает в теплице, подкармливать нужно по таким же правилам, что и растения в открытом грунте. Это важное условие для получения богатого урожая. Чтобы вырастить здоровый и красивый перец, который в будущем порадует обилием плодом, необходимо правильно его удобрять. Так использовать можно специальные препараты, а также средства без химии. Но в любом случае, важно соблюдать дозировку подкормки и следовать рекомендациям опытных аграриев.